Доброго здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала Честный Обзор. Сегодня у нас очередная распаковочка на канале. Значит, приобрели мы сушилку для белья комнатную. Предыстория этого заказа такова. Зашли в комфи, посмотрели, выбрали недорогую сушилочку. Купили, пока довезли ее домой в машине. Значит, зашли уже в дом, посмотрели. Она в двух местах уже отломалась. Сдали ее назад, хотели на обмен поменять, но денег, вернее, сушилки такой не было. Мы взяли деньгами, и я начал шерстить интернет, и в интернет наткнулся на итальянскую сушилочку. Вот заказали сегодня, она пришла, сейчас сделаем распаковочку. И посмотрим, как же она выглядит, и что это за вещь. Значит, как заявляют производители, это из чистого пластика, вот, ПВХ-пластика. Значит, в размере она идет 20 метров, я не знаю, как это в разложенном виде она считается. Можно ее использовать, как и на улице, и при снеге, и при дожде. То есть, она не выгорает, не портится, у нее есть колесики. Вот, производство Италия. Вот, значит, вот такая вот есть таблица о том, что можно при солнце, при дожде ее использовать. Замок, это, сейчас распечатаем, посмотрим. Значит, наверное, для того, чтобы она не складывалась. 2XL, это, наверное, размер. И вот здесь вот нарисован утюг и сушка. Ну, не знаю, для чего, наверное, можно использовать как сушилку. Еще и не знаю, сейчас будем распакуем, посмотрим. Значит, производят это итальянцы. Пластик на ощупь такой необычный, гладенький. Покупал я ее в интернет-магазине. Сделаем ссылочку под описанием. Значит, подробная инструкция тут есть, как она собирается. Почитаем потом. Значит, теперь вот смотрим. Вот так вот она раскладывается. И вот защелки. Сработали защелки. Вот она стоит. Ну, немножко шатковастенькая, конечно, конструкция. Но, как для белья, для использования вполне подойдет. Значит, влитые, вот это влитые пластиковые перекладины, они полностью влитые. То есть, цернолитые. Вот здесь они, подпорки укреплены. Вот здесь тоже подпорки укреплены. Вот. Ну, такое ощущение, как будто она тянута, как в старые добрые времена веревочки. Вот. Вот такая вот она. Значит, можно слаживать. Саживать, не саживать. Сейчас попробуем перевести. Ну, по полу катается не очень, конечно. Она хорошо. Сейчас посмотрим. Колеса тут есть, присутствуют. Но, как ее перекатывать? Вот, вы видите, у нас линолеум в доме. Только вот так можно, в одну из сторон. Значит, сюда она не едет. Ну, передвигается, но, как бы, с бельем будет проблематично ее перевести. Хотя они на сайте заявляют, что хорошая конструкция, ее можно перекатывать, передвигать. Ну, в принципе, можно. Так, посмотрим, как она слаживается. Значит, сюда. Сюда, сюда, здесь стоит защелочка, которая фиксирует. Вот. И, если обратите внимание, с этой стороны, вот, стоит кнопочка. Это для того, чтобы, вот, она вот, видите, слаживается. Непонятно, то ли, ага, вот, зафиксировалось. Все здесь. Вот. Надо нажать рукой. Вот, уже вот выпало. Вот, и итальянцы. Ну, посмотрим, как. Вот, нажали мы. И вот она сложилась. Вот такая вот. Компактная она. Из пластика. Еще раз повторюсь. Посмотрели мы, решили взять такую. Можно и на улице сушить. И, то есть, как бы, и на балконе ее ставить. Вот. Здесь кнопочка нажимается, вот, рукой. Да. И тогда она не слаживается. Вот. Бока у нее тоже вот такие вот сделаны. Литье. Ну, сделано качественно. Хорошо. Качественно сделано. Единственное, может быть, она предназначена для передвижения не по полу. Ну, можно ее в одну сторону, можно вот так от себя катить на себя, ее не покатишь. Вот. Вот такая вот у нас сегодня на обзоре сушилка. Называется она «Зафира». «Зафира» делает ее итальянцы. Вот. Спасибо большое за то, что смотрите меня. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok